Шестой генный ключ – путь к миру. Трансформационный путь шестого генного ключа пролегает от конфликта к миру, и это путь дипломатии. Это эмоциональный мастер-ключ, который несет в себе секрет мирной жизни. Мир – это грааль, который человек искал с начала времен. Внутренний мир, внешний мир – как нам его обрести? Это настоящий трансформационный вопрос. Это путь и это цель эволюции. Когда наступает мир, эволюция заканчивается, а когда завершается эволюция, остается только присутствие. Но почему в мире так много конфликтов? Что является причиной их возникновения? Каждый конфликт уходит корнями в теневые частоты. Это трение, создаваемое дуализмом существования мужского и женского и полюсами жизни и смерти. Давайте посмотрим, как это работает в нашей жизни. Шестой генный ключ, как я уже сказал, это главный ключ в управлении эмоциональной жизнью. На теневой частоте мы полностью отождествлены с нашими эмоциями. Но есть дилемма. Шестая тень защищается. В основе этой защиты лежит глубокий подсознательный страх стать чьей-то жертвой. Страх того, что другой человек может причинить нам боль, что-то у нас забрать или манипулировать нами в своих корыстных целях. А наиболее ужасающий страх это страх того, что другой может отнять у нас самое ценное – жизнь. Да, это глубинные страхи. Они опускают нас в теневые частоты и заставляют играть по их правилам. Подумайте о причинах конфликтов в своих отношениях. Мы бессознательно верим и боимся, что другие так или иначе могут контролировать нашу свободу и наши эмоции. Они, похоже, способны разрушить наш покой, и поэтому мы считаем, что должны себя защищать и ожесточаем свое сердце. Но проблема не в других. Суть в том, что нам не нравятся в себе те части, которые они в нас проявляют. Когда мы начинаем всматриваться в эти проблемы, мы видим более широкую картину. Мы уже понимаем, что другой дает нам доступ к нашему собственному внутреннему конфликту. Конфликту, который залегает очень и очень глубоко. Это конфликт с бессознательным страхом в нашей ДНК. Это наследие наших предков, укорененное в старой части мозга. Чтобы признать в себе этот глубокий страх, требуется определенное мужество. Но только осознав, что эти страхи внутри, а не снаружи, мы можем выйти из паттернов, удерживающих наши отношения на чистоте тени. Начиная отпускать свои стратегические механизмы защиты, созданные еще в раннем детстве, мы снова, но уже осознавая это, становимся уязвимыми. Стены крепости падают, и мы видим рану. Мы ее чувствуем, понимаем, принимаем и трансформируем. Каждый человек эмоционально уязвим. Защитный периметр формируется годами, но пока наши сердца окружены колючей проволокой, они не могут исцелиться. За этими стенами нашу боль нельзя ни почувствовать, ни выразить, ни отпустить. Конфликт есть прима-материя нашего эволюционного пути. И это то место, на которое мы должны обратить свое внимание в первую очередь. Мы должны подняться над конфликтом. Конфликты в отношениях это золотые россыпи с семенами внутреннего покоя. Не избегайте их. Идите в них с открытым умом и сердцем. позвольте себе быть уязвимыми. Позвольте себе испытать внутреннюю боль, а когда она придет, принимайте ее, прислушивайтесь к ней, учитесь у нее. Учитесь быть нежными родителями для самих себя. Никто другой, кроме вас, самих не несет за это ответственности. Мы должны заботиться о своем собственном сердце и учиться возвращать его к жизни. Это не значит постоянно ставить себя на линию огня. Но мы должны видеть, что эти конфликты берут свое начало внутри нас. И именно там должна произойти трансформация. Как только мы начинаем исцелять себя внутренне, внешне теряет над нами власть. На самом деле у нас нет иного выбора, кроме как трансформироваться. И тогда близкий человек либо меняется вместе с нами, либо отношения заканчиваются. На оборону тратится масса энергии. Посмотрите на эту тень с перспективы коллективного. Мы одержимы защитой друг от друга. Но это просто внешнее проявление внутренней боли. Мы защищаем наши страны, границы, принципы, мнения, ресурсы. Мы защищаем наши сердца. Но от кого? Конфликт распространяется нашей ложной верой в то, что другие могут у нас что-то отнять. этот генный ключ несет в себе радикальное учение. И когда оно будет принято, наша величайшая иллюзия существования чего-либо вне нас будет разрушена. Дар дипломатии приходит в тот момент, когда мы отказываемся от защиты и открываем наши сердца. Дипломатия не имеет ничего общего со стратегией. Сердце не знает стратегий, по крайней мере, не в этом смысле. Оно тактично по своей сути, оно чувствует, где находится сердце другого человека и насколько оно открыто. каждый дар несет в себе гениальность. И люди с шестым даром знают, как общаться с другими. Не просто общаться, заметьте, они знают, как это нужно делать. Они понимают все тонкости защиты, потому что сами открыты и уязвимы. Они прямо перед нами с их распахнутыми настежь сердцами. умение оставаться собой, заботиться о себе внутренне и быть открытыми даже в самые сложные моменты это и есть отличительная черта шестого дара. Это происходит тогда, когда мы прекращаем бояться самого страха. В этом случае мы просто перестаем быть его жертвами. Мы уже видим неосознанные манипуляции других, порождаемые этим же страхом. Готовность взять на себя ответственность меняет все. Это открывает дверь в другое измерение. И в этом новом измерении сердце снова может дышать и дарить свою любовь миру. Каждый дар это союз сил эволюции и инволюции. Эволюция движется из теневого состояния вверх, а инволюция из состояния ситхи вниз. Другими словами, мир и покой всегда рядом, всегда здесь. Это как скульптура Микеланджело, которая уже находится в мраморной глыбе и ждет, когда будет отсечено все лишнее. Чистота дара высвобождает всю творческую энергию тени, энергию кундалини. Эта энергия поднимает нас и открывает массу возможностей. Только тот, кто взял на себя смелость пройти этот путь, знает истинную силу любви. Любовь требует нашей полной открытости. Она требует, чтобы мы открывали свои сердца другому, рискуя быть отверженными, рискуя встретить гнев и принять на себя эмоциональный удар. Но с даром дипломатии мы чувствуем, когда следует говорить, а когда слушать, когда необходимо двинуться вперед, а когда сделать паузу. с даром дипломатии мы можем расположить к себе любого человека, оказавшегося в нашей ауре. И не стоит забывать про карму. Те, кому предназначено открывать наши сердца, всегда приходят в нашу жизнь. И когда мы взлетаем на крыльях своего дара, все больше и больше людей приходят к нам за этой любовью. И здесь уже мы открываем их сердца, а они еще больше открывают наши. Люди с шестым даром способны изменить мир, им это по силам. На самом деле в той или иной мере этот дар есть в каждом из нас, но именно люди с шестым генным ключом в своем профиле несут конкретную кармическую задачу для установления мира на всей планете. Этот дар со временем разрушит границы, и когда человеческие отношения вернутся к балансу, люди, народы и страны перестанут тратить свои драгоценные ресурсы на поддержание иллюзии собственной безопасности. Именно через шестой дар дипломатии человечество вернется к своей истинной природе доброты, дружественности, доверия и прежде всего любви. Шестой генный ключ является частью кадонового кольца алхимии. Любой алхимический процесс связан с трансформацией грубого в тонкое, и настоящая алхимия происходит только внутри человека. Это и процесс воплощения своего высшего предназначения. Когда мы начинаем трансформировать свои тени в творческие дары, мы видим алхимию в действии, и это цепная реакция. Чем больше открывается наше сердце, тем больше мы интегрируемся в жизнь, которая требует от нас еще большей открытости. Жизнь вокруг начинает преобразовываться. Мы привлекаем те силы, которые поддерживают этот процесс, что в свою очередь ведет к странным и чудесным преобразованиям. В этом магия шестого дара. Ситхи мира. Шестая ситхи забавна. Она забавна, потому что создает идеалистов, мечтателей и сумасшедших. С другой стороны, вокруг этой идеи мира во всем мире много цинизма. Существует проекционное теневое поле уверенности, что мир на нашей планете недостижим, и что это удел мечтателей, а не реалистов. Все эти люди, которые проводят церемонии во имя мира, совершают какие-то обряды, собирают конференции, медитируют, молятся. Похоже, все, что они делают, не имеет никакого смысла. Война по-прежнему шагает по планете, и даже зверские преступления сейчас воспринимаются как рядовые явления. Однако мы кое-что знаем. Мы знаем то, что мир должен быть найден прежде всего внутри, и только потом он сможет проявиться снаружи. Другого пути нет. Человечество должно осознать свою истинную природу, а наша природа лежит в миролюбии, в шестой ситхе. мы живем на перекрестке времен. Мир кажется более хаотичным и непредсказуемым, чем когда-либо, и кажется, что этого уже не изменить. Тем не менее, за всем этим внешним хаосом, как сквозь трещины в асфальте, пробивается крошечный дикий цветок. Он прорастает везде, во всем геноме человека, но сначала он пускает корни только в отдельных индивидуумах. Это вирус, который называется любовью. Мир приходит тогда, когда любви позволено разрушать границы. Миролюбие присутствует во всем. Оно там, где мы перестаем делать то, что делаем, и начинаем прислушиваться. Вот оно, пение птиц, движение звезд, бег океанских волн. Постепенно стихает ветер, и опускается тишина. Внутреннее безмолвие, обнаруживший истинную природу бытия, обретает покой. В этот момент всем поискам приходит конец. мир приходит тогда, когда любовью сожжена вся карма в нашей ДНК. Все тени трансформированы и огнем нашей преданности выжжены все шлаки. Это окончательная цель алхимии. Шестая ситхи это золото, унио-мистика. Здесь все крайности нейтрализованы. На физическом уровне это нейтрализация в теле ионов водорода и радикальные изменения его атомарной структуры. Речь идет о жизни в свете. Мы уже переживаем сдвиг на генетическом уровне, но находимся еще только в самом начале этого пути. Когда наше солнечное сплетение откроется к новому квантовому уровню осознанности, наш организм начнет мутировать. Да, такого рода вещи требуют времени. Эволюция движется к все большей и большей эффективности. И в итоге нам понадобится более продвинутое транспортное средство, чтобы вместить в себя новый уровень осознанности. наше сегодняшнее понимание о теле похоже на средневековое по сравнению с тем пониманием, которое придет в будущем. Сейчас нет никаких научных доказательств, по крайней мере в мейнстриме, о существовании тонких тел, включая эфирное, являющееся наиболее плотным после физического. Что говорить, даже акупунктура не подтверждена наукой. Физика только предполагает наличие иных планов бытия, которые мы пока не в состоянии увидеть или измерить. Мы называем это тонкими телами, каузальным, атмическим. Эти планы находятся за пределами нашего сегодняшнего понимания. И возможно, наука так никогда и не разработает инструменты, чтобы проникнуть в эти пространства. Но кто знает, может быть именно вам, когда вы достигнете пика своей осознанности, суждено научно доказать их существование. И все же они существуют и всегда существовали. Они были обнаружены тысячелетия назад. Каждый, кто прошел через портал просветления, стал живым доказательством того, что миролюбие является нашей истинной природой. Однажды через эту шестую ситхи мы выйдем за пределы физической формы вместе со всей нашей экосистемой. Не только мы люди, но и вся Гайя. Шестой генный ключ является одним из семи музыкальных ключей. Это ключи под номерами 12, 22, 6, 59, 27, 50 и 57. Кроме того, шестой ключ предопределяет многообразие цветов наших культур. Посмотрите, сколько в мире разных красок. Все наши флаги, костюмы, этническая музыка, обычаи. Мы так красиво дифференцировали сознание. И все же различия пока еще приводят к конфликтам. И что делает дипломатия? Она объединяет нации. Постепенно все меняется. Посмотрите на Европейский Союз, США. Культуры растворяются, музыка становится многоцветным коктейлем, генотипы сливаются даже при наличии старых границ. Крайности нейтрализуются, хотя и не любят этого. Но есть и хорошие новости. Новости всегда хороши на уровне шестой ситхи. Мы сохраняем прекрасные моменты прошлого и унифицируем все остальное. Природа обожает многоцветия, в этом ее красота. Мир уже на пути к проявлению, но сначала он должен возродиться внутри человека. Он начинается на уровне личности, постепенно приходит в отношения, потом в семьи и общины, и только после этого проникает в коллективный мир. Это внутренний процесс, которому требуется генетическая мутация тела. Не всем суждено измениться, но рождается новое поколение и постепенно происходит замещение. Родится новый человек, который будет таким спокойным и мирным. Человек шестой ситхи подобен Христу. Его сияющие глаза будут излучать высшие частоты. Это тот покой, который ничто не в состоянии нарушить, даже смерть. Как мы видели в начале описания этого ключа, необходимо убрать защиту. Никто другой не способен забрать нашу жизнь, потому что мы и есть жизнь. Даже если наше тело умирает, сознание остается. Это высший уровень доверия, который приносит настоящую умиротворенность. И мы идем к этому к этому. Продолжение следует... ... ... ... ...